Дамы и господа, княженцы, милые дамы, большую всем приветища, всем доброго бодрого утречка, воскресного утречка, я бы сказал, значит, думаю, что все заварили, как палыч, чаечку, сидим, значит, сейчас слушаем палыча, потом начинаем хлопотать, хозяйство, отдых там, ну, у кого какие дела на день. В общем, сегодня, прежде чем вам что-либо рассказать по последнему ролику Натали, я хотел задать вам такой один единственный вопрос. Ребята, в чем отличие между свиньей и крокодилом, хотел сказать, нет, между свиньей и львами? Я понимаю, такой странный вопрос, палыч, чего ты бы это задаешь, такое, ну, просто сегодня в ролике Натали сказала, что они львы, типа, с дедом, ну, так, она, как бы, знаете, не то, что львы, а просто то, что, вот, как бы, в плане питания, значит, она, Наташка, мясо любит, и, типа, она себя позиционирует, как лев. А палыч почему-то подумал, ну, просто что-то ему, прям, сразу ассоциации пошли, как бы, это не поднести мне связанное, естественно, просто у палыча в голове, почему бы я вспомнил бабульку, деревню, поросят, вот, свиней, короче, это. В чем отличие между свиньей и львом, вот так, если просто разобраться на секунду, так и назову ролик. Ну, а там дальше, как хотите, как и так думайте, пишите и прочее. В общем, начинаем с вами. Начинаем с вами, начинается новый день. И я хочу, знаете, дальше чего сказать, прежде чем начаться новому дню, надо начаться, Палыч, уж у было хорошее настроение, и, значит, для этого вам просто надо поставить лайкос за видос, комментик написать, подписочку оформить, все вы знаете, все умеете. Значит, и так, во-первых, прежде чем начать про ролик, я хочу начать, знаете, с чего, что мои мысли, как они все-таки совпадают с вами, ну, то есть, с большинством мыслей, как вы также рассуждаете, как и Палыч. Где-то, наверное, ролик назад, может быть, два назад ролика я говорил про то, что когда Губарева говорила, что надо будет дрова пилить, надо будет то, надо будет это, я так и сказал, что все только надо. Все это влажные мечты, влажные фантазии Натали, все как было, все так останется. Пока, говорится, петух не клюнет, Натаха ничего не начнет делать. Это уже прописная истина, все мы ее изучили, как облупленную. Значит, так и сегодня, значит, под роликом читаю комментик, комментик набрал очень большое количество лайков, я думаю, что наша аудитория его залайкала. Значит, комментик был такого плана, значит, специально выписал коммент, значит, не пора думать, пора давно заготовить дрова и уголь. И тут же, ребята, Губарева все время говорит, думать буду, думать, пора, пора это делать, это делать. В итоге, по факту, ни хрена нет. Человек, то есть, это подметил, хорошо написал, что давно уже все надо было это сделать, все уже люди, все соседи все это поделали. Значит, на что? Сразу последовали такие, знаете, оппозиции, оппозиции. Гневные комментарии ее аудитории, там, не лезь, не твое дело, типа, разберутся сами, там, ну и все в таком плане. При этом, знаете, вот эти все вот комменты, на удивление, были залайканы Натахой. То есть, там, где критика и там, где говорится правда, это мы не любим, это мы не лайкаем. А то, что ближе по душе, естественно, лайкос, лайкос на комментарии и, собственно говоря, не ваше дело. Все у нас нормально, все у нас на мази. Ну да ладно. Значит, вообще, про что ролик-то сегодня был? А, ролик был про то, что, думаю, я всегда записываю микромоменты, про что вообще стоит трещать. Итак, значит, сегодня у нас ролик про то, как Наталья готовила рыбу, она нас учит готовить рыбу, а дед учит готовить лебешки с тыквой. Я, правда, по итогу, как бы, нет, по итогу это можно назвать рыбой, то, что получилось. Другой вопрос, вкусно ли это? Сейчас скажу, не то, что вкусно, нет, понятное дело, рыба. Как бы мясо трудно испортить, так же, как рыбу трудно испортить. Но при этом, если ты готовишь с душой, с любовью и какими-то, знаете, с небольшими нюансиками, можно приготовить все гораздо вкуснее. Начинаем с лепешек. Значит, испек дед лепешки, Наталья этой лепешки не любит. В принципе, что там сказать? Ну, намазанная эта тыква, тыква растаяла на этих, на лавашах, с сахаром присыпанной, не знаю, вкусно или невкусно, но если была бы тарелка почище, и дед помыл руки, тогда бы да, и Павлович попробовал бы, а так, извольте. Теперь касаемо рыбы. Касаемо рыбы, это просто отдельный трэш. Начинается с чего? Начинается с галерки, да, начинается с того, что Наталья берет противень, до которого благополучно еще прилипла предыдущая курочка, наверное, или картошечка, что она там запекала, не знаю. Там даже не пытается ничего это отодрать. Просто тупо сверху пергамента, фольги застелим, и так пойдет, и так пожрем, типа, да. И к чему еще воду тратить? Тарелки помыть не может, где тарелки в раке, тут надо еще противень оттирать. Поэтому, ну, поэтому грязь, сало, жир везде там присутствует, в этой хате, в кухне и так далее. Значит, начинаем с рыбы. Рыба морозовая, рыбу надо разморозить, конечно же, прямиком, прям в микроволновку, херак ее. Знаете, вот интересный такой микромомент с тем, что в микроволновке и жрать готовит, и жарит, и парит, и рыбу размораживает. Представляете, какой там запахан? В этой микроволновке запахан, собственно говоря, пока она размораживается, я так понимаю, что, знаете, все запахи посторонние впитает рыба. Ну, ничего страшного, Натали. Судя по тому, как ты сегодня приготовила великолепную смесь приправы, знаете, такую на тонкую. Наташке, знаете, так вот, когда на рынках стоят, и приправы из пакетов там мешают, там, на плов, еще на что-то. Вот, Натали, прям, надо такой же быть такой, знаете, женщиной, которая будет стоять и все это мешать. Прямо она так будет преподносить. Это вот для курочки, это для мяса, это вот для картошечки. Она говорит, везде приправы. Так и сегодня, значит, приправ намешала, майонезиком сейчас натрем, сейчас и запах уберем весь посторонний. Сейчас и зажарочку сделаем. Где там моя диета? Ну, та, про которую говорил Натали, чтобы вот они кашу жрать и прочее, желудки там у нее. Ну, где-то там далеко. Я сейчас уверен, найдутся те, кто скажет, рыба, она полезная, это диетическое мясо. Ну, понятное дело, да, рыба полезная, да, и Пауч не спорит, много витамин и так далее. Но самое главное тут, какая рыба и как она приготовленная. Как вы сами понимаете, скумбрия сама по себе жирная рыба. Если ты ее отягощаешь, ее всевозможными майонезами, пережарками, то это как бы не есть хорошо. Просто сварил ее, не знаю, просто испек там. Жарить, конечно, может быть, конечно, жарить, вкусно. Но Пауч в основном ее варит, рыбу, именно скумбрию, чтобы было поменьше всякого этого жира. Значит, что в данном случае мы видим по факту? Положила скумбрию в эту фольгу, додумалась, ну, потому что у нее вечный век, все горит. Тут хотя бы не сгорит. Но при этом, при всем, рыба получилась чисто печеная. Да я даже не знаю, печеная, вареная какая. Опять вот, неужто не хватает вот ей вот в голове соображалки взять и под конец разрезать эту фольгу. Натали, разрезать, а не облизывать, как ты начала ее облизывать. Тьфу, противно же было смотреть. Разрезать ее аккуратненько. Какими-нибудь там сверху перчиком присыпать слегонца там, да, я даже не знаю. Но если она до этого не клала туда никакие бы морковки и прочие, там, грибочков, просто там, сухих, там, сверху покрошить, там, шампиньончиком щурь. Все, такая зажарочка получится великолепно. Рыбочка немножечко просушится. Может, конечно, и тут, это такой вариант ничего. Но палочек всегда примерно разрезает. Если, конечно, рыба не какая-то там семга, форель, такую, там, да, лучше пускай она там потомится, будет в собственном соку. А такую рыбу, она жирная, почему бы ее под конец бы не разрезать? Фольгу именно. Ну да ладно. Приготовила то, что приготовила. На тарелке разложила. Все, как говорится, милости прошу к нашему шалашу. Что за день опять сделано, непонятно. Пожарена рыба. Что на овощи хоть опять все за день сделала. Пожарила рыбу. Все на этом. Уже вечер, темень. Делов никаких не делает. Все стоит на месте. Только в очередной раз говорит нам про то, что, ребятки, я закупила две, значит, это, две цепи на пилу. Еще, говорит, и бензин надо, и то надо, и все надо, и будем дрова пилить. Вы знаете, как будет все по факту? Палыч вам просто говорит, как есть. Не более, не менее. Значит, да, возможно, что это что-то будет пилиться, будет готовиться. Но готовиться будет не как. Готовить баб Колю, у которой... Извиняюсь, до конца еще не вылечился. А не так, как баб Коля готовит, у которой уже полный чулан этих дров. У Кубаревой будет все иначе. Как уже вам ранее говорил, когда будет мороз на пороге, и когда уже они будут зубами стучать в хате сидеть, тогда, собственно говоря, Наташка будет чесать репу, бежать на улице, на улицу рубить свои пилить дрова. На этом все. Не больше, не меньше. Все будет делаться лишь тогда, когда, еще раз мы с вами уточним и скажем, когда клюнет в жопу петух. Сделать что-то заранее, ну, вы сами понимаете, лень матушка всему мешает. Лучше ведь не дрова рубить, не хозяйством заниматься, не делами, а просто занять горизонтальное положение и лежать отдыхать целый день. Еще, если рядом будет Танюха, еще круче будет. Так что вот так, ребята. Кстати, время может заканчиваться. Я убегаю. Большое спасибо всем за просмотры, лайк, комментарий, подписки. С вами был Палыч. До новых встреч, всем пока.